Друзья, всем привет! И прямо сейчас я вас познакомлю с актуальной информацией того, что происходит на рынке по продаже новых автомобилей. Я хочу подчеркнуть, что в каждом ролике я стараюсь и подбираю для вас актуальную свежую информацию и стараюсь не повторяться, не говорить одного и того же. Поэтому я вам рекомендую досмотреть видеоролик до конца, потому что я к нему основательно подготовил смесь рабочая тетрадь, куда я выписал все тезисы, о которых нужно вам рассказать. У меня есть менеджер, с которым я давно сотрудничаю, который мне на анонимной основе предоставляет информацию внутреннюю о том, что происходит в компаниях, что нам готовят к Новому году, грандиозные скидки скоро на рекламных сайтах компаний. Сегодня я с вами совершу в очередной раз контрольный звонок в один официальный дилер. У нас будут тайм-коды. Ребята, сюжет будет просто насыщенной информацией. И поверьте мне, мне есть вам что рассказать и чем вас удивить. Смело ставьте лайк, без промедления мы начинаем прямо сейчас. Интеграция рекламная будет чуть-чуть позже, вы ее даже не заметите. Ну а начнем мы в первую очередь с того, что стоит ожидать нам в декабре. Подчеркиваю, все те ролики, которые я снимаю на эту тему, они актуальны там месяц-два, какие-то больше. Но постоянно что-то на рынке меняется, поэтому раз в месяц я стараюсь их делать. Ключевой момент. В декабре мы активно будем делать рекламные кампании, всех зазывать в салон, мол, конец года, всегда под конец года были скидки. Машина 21-го года, скоро-то будут 22-го привозить. И вот 21-го года якобы можно забрать с хорошей скидкой. При условии кредита, тридина. Поэтому, вот отдельный акцент, в глаза мне смотрите, вот все те, кто думает, что в конце года-то по-любому что-то, да, можно будет урвать. Ребята, внимание, никаких скидок в этом году и в ближайшее время на автомобиле масс-сегмента ждать не стоит вообще. За исключением 5% из 100, когда какая-то машина вылетает с небольшой наценкой, это действительно считается вау-условиями, вау. На днях вылетели короки с наценкой 70 тысяч рублей, за живые допы, отлетели просто вот так, вот так. Потому что эти машины торгуют в среднем 200-300, кто как. Смысл один, я вам вывел на экран переписку от менеджера, вот такая картина, копирует, ставит, скоро будет у всех. Про сайты мошенники типа неофициальных дилеров я вообще молчу, потому что там скидки можно получить миллион, полтора. Можно купить автомобиль за 800 тысяч рублей, который везде новый стоит 2-2,5 миллиона рублей. Вы скажете, ну это вообще на дураков рассчитано. Вот таких вот дураков, как показывает практика, огромное количество в нашей стране и с течением времени, повторяя одно и то же, их меньше не становится. Таким образом, да, в самом начале я вам говорю, что ждать от декабря крутейшее предложение, обаааа, вот так вот не стоит. Двигаемся дальше. Давайте поговорим про самые доступные автомобили. Сегодня рассказывать про BMW X5, о чем мы поговорим чуть позже можно, но начинается-то все с чего? С отечественного производителя. Зайдя на их официальный сайт, можно увидеть шикарные цифры по сегодняшним меркам. Автомобиль за 700, за 800 тысяч рублей. Ну вот, что нам пишет менеджер одной компании, что уже официально наш отечественный производитель, о чем вы уже знаете, сказал, будем машины продавать с допами. У нас есть информация о том, что вот кумулятив. Кумулятив это вот, есть машина, да, с нее нужно плюсом заработать 300-400 тысяч. Слив это вот подслить, вы вдумайтесь, 180 тысяч сверху отдать. А кто покупает лады? Это вот в регионах очень много пенсионеров, молодежь, работяги. Вот, пожалуйста, отечественный бренд. Вот так вот машину планируют продавать. К моменту выхода видеоролика поступила официальная сводка новостей о том, что с января 2021 года АвтоВАЗ на весь модельный ряд поднимал 7 раз цены. Таким образом, цены выросли на 20%. У кого плохо с математикой, объясняю. Если машина стоила миллион, теперь она стоит миллион двести. И самое главное, к этим миллион двести плюсуйте еще сверху допы. Вот так вот нехило за один год растут цены на отечественные автомобили. Эта информация от одного дилера, подчеркиваю, все, что я вам буду сегодня в процессе рассказывать, ситуации бывают разные. Нет-нет, кто-то да выкружит машину с какой-то там меньшей наценкой. Кто-то, возможно, через родственников, через друзей, знакомых заберет ее в РРЦ. Но это какие-то единичные случаи, на которые опираться не стоит. Потому что в массе, да, вот в общем потоке, вот примерно такая информация доходит. Поэтому делайте выводы, как у нас машины нынче отечественные продаются. Двигаемся дальше. Информация от Рено. Завод идет на максималках, зальют все склады, уже начинают заливать. Но слив делать точно не будем. Вот это, да, вот ключевая информация для нас, как пища для размышления. Потому что по похожей логике, по похожей тактике будут идти все остальные бренды. Спрос накопился минимум на полгода вперед. Соответственно, зачем нам сейчас начинать сливать автомобили, отдавать их со скидками, отдавать их в РРЦ, когда люди уже привыкли покупать автомобиль с наценкой, с допами, уже понимают, что нужно взять кредит. В общем, друзья, пользуются ситуацией. Уже, соответственно, могли бы дать честное предложение. Но хренушки, потому что это капитализм. Это бизнес. Говорю, как есть. И вот хочется отдельно поговорить про вторичку. Вот вы когда-нибудь покупали себе автомобиль с пробегом? Мы делимся на разные категории. Есть люди, которые в машинах разбираются. У них есть большой опыт, и им это сделать легче. Но большая часть населения не разбирается и не понимает, как правильно оформить. Самое главное, на вторичке огромное количество мошенников, перекупов, недосказанностей. Все классно, забирайте ключи, а потом ты оказываешься героем выпуска в ролике у Максима Шелкова. Это купить. А многие боятся продавать самостоятельно автомобиль. А вдруг приедут бандиты? А вдруг что-то пойдет не так? А вдруг продам ниже рыночной цены? А как понять, за сколько вообще машину можно свою продать? Здесь огромное количество площадок, которые могут вам помочь выкупить ваш автомобиль за один день, но по крайне низкой цене. Кто-то вам обещает сказки. В общем, друзья, сегодня рынок просто-напросто переполнен. И вот сейчас появился один сервис, который, кладя руку на сердце и понимая их масштабы, в ближайшем будущем, ну действительно, скорее всего, рынок просто-напросто перевернет. И имя ему Сберавто. Вот послушайте, вот вы просто послушайте. Для тех, кто сам не разбирается в автомобилях, у кого куча вопросов, вот у меня есть миллион рублей, что мне купить? Вы получаете личного помощника, который вас в этих вопросах проконсультирует, поможет вам продать автомобиль, либо купить автомобиль. Сейчас у них еще появился и выкуп автомобилей, пока что для Москвы и Московской области. Вот как это работает? Вы оставляете заявку на сайте, с вами связываются, оценивают ваш автомобиль по первым вводным данным, называют вам сумму. Как они заявляют, они стараются приблизиться максимально к рыночной цене. Если вас предварительно цена устраивает, к вам приезжает оценщик, он осматривает вживую ваш автомобиль без лишних вопросов, вот этих, а сам-то за сколько отдал, ну почем примерно хочешь скинуть, вам приезжают и говорят в лоб цифру, по которой машину готовы забрать. Если вас эта цифра устраивает, вы подписываетесь, и в тот же день на ваш счет падают деньги за ваш автомобиль. Если вас не устраивает, никто не будет вам говорить, ну мы приехали, давай-ка за вывес 100-500 тысяч рублей. Нет, все работают прозрачно. Поэтому, друзья, если вы хотите купить или продать ваш автомобиль, я вам рекомендую скачать их приложение по ссылочке в описании и понять, устраивает вас их предложение или нет. Поймите правильно, никто вас за руку не тянет, никто не заставляет здесь сейчас подписать договор. Все люди адекватные, все делается по-взрослому. Есть предложение для тебя, устроило, работаешь. Не устроило, пытайся продавать сам. Именно поэтому Сберавто, я вам рекомендую, читайте все договора, взвешивайте и принимайте решение, будете вы сотрудничать или нет. В одном из последних сюжетов я рассказывал, что на все, что сейчас продается на нашем рынке, скидок нет только на ценке. Но есть исключение BMW, Audi, Mercedes, где действительно есть модели, которые можно забрать ниже розничной цены. Очень часто люди говорят, что это маркетинговый ход. Специально они вот эти розничные цены пишут немцы, для того, чтобы скидку такую большую там дать, ну как может кому-то показаться. По факту на сегодняшний день есть модельный ряд X5, X6, X7, который в РРЦ купить уже круто. А так эти машины, дорогие машины, продаются наценкой точно так же. Есть версии, где кое-как что-то выкружить можно. С ними попроще. Но информация от одного менеджера, которая поступила мне в ноябре месяце, что руководство официальных дилеров в Москве встречались и провели некий такой сговор, для того, чтобы вот эти вот скидочки сделать как можно меньше, чтобы кумулятив, который они должны зарабатывать с машины, эту чистую прибыль поднять. Таким образом, ты хочешь купить определенный автомобиль, бегаешь, прыгаешь по салонам, и плюс-минус ситуация будет везде одна и та же. Не будет такого, как раньше, что битва там пытаются перебить, добить до конца, она будет в рамках каких-то копеек идти, с точки зрения общей цены автомобиля. То бишь, вот эти сговоры действительно присутствуют. То, что менеджеры сидят, знают, что руководство уехало, будет что-то приниматься, какое-то общее решение, и на основании которого цены там и так растут, да, так при этом еще не будут давать возможность прогибаться по морже. Просто вам, чтобы понимание было, X5, если я не ошибаюсь, там, моржа с кузова, если просто машину продать в РРЦ, это примерно там 700-800 тысяч рублей можно заработать чистыми в салон. Соответственно, могут поставить планку, что минимум доход должен быть миллион. Это значит, что продаешь кузов в РРЦ, и 200 тысяч чистыми, чистыми, подчеркиваю, чистыми, нужно заработать сверху. Это как пример. Собираются, обсуждают, договариваются для того, чтобы нам с вами закручивать гаечки, побольше, побольше вытягивать с нас денег. Не будем отходить далеко. Audi и Mercedes. Вот из трех брендах, я уж не знаю, что там согласно официальной статистике, но у меня статистика такая, что первое место это BMW, второе это Mercedes, третье Audi. И то Audi третье место, потому что у них, как правило, то машин нет, тут постоянно какие-то дефициты, машина не доводит. Ранее я вам рассказывал, что когда дилеры обращались к производителю, им сказали, что вы там страна третьего мира, условно, мы вас приравниваем к Зимбабве, ждите, пока мы наполним рынки Европы, Америки, а уже потом будем разговаривать с вами. Поэтому у них в целом просто мало машин, и соответственно особо продавать нечего. Но тем не менее, Audi еще кое-как торгуется. Но на некоторые машины, также хрена не скидку, просто есть наценки. С Mercedes похожая история, есть автомобиль более доступный, С-класса, А-класса, Б-класса, с ними дефицит. ГЛЦ, там еще можно разговаривать. В общем, все индивидуально, друзья. Просто, чтобы вас не путать, не делать так, на С-класс, как я это бывал делал раньше, на С-класс можно получить скидку 300 тысяч рублей. Раньше была хоть какая-то стабильность, ты понимал, что можно сказать вилку человеку 300-500 тысяч. Вот в этом диапазоне честную скидку получить реально. Сейчас такую вилку сказать просто не имеет смысла, так как каждая покупка, она сугубо индивидуальна, постоянно рынок меняется. Вот на сегодняшний день, там у нас 25 ноября, скоро начнется декабрь, условия могут поменяться. И каждый месяц это все происходит. Поэтому хотите купить, нужно шерстить. Вон люди звонят, вчера звонит человек, говорит, хочу Кулрей купить, Джили Кулрей. Я говорю, так, он говорит, ну я как бы уже всю Россию обзвонил, всю Россию обзвонил. Я говорю, слушай, я тебе в этом плане ничем не помогу. Раз обзвонил, уже все. То бишь, люди ищут выгодных предложений, не возить дома, а по всей стране. Следующий пункт у меня звучит так. Твари из Мазды. Вот годы общения, годы взаимодействия можно разрушить по щелчку пальцев из-за одной машины, вот просто из-за того, что нужно заработать, денежки нужны. Мазда Кунцева. Есть такой официальный дилер, где я одно время постоянно покупал автомобили, работал там исключительно с одним менеджером. К нему вопросов вообще нету. Регулярно звонил, договаривались, он ходил, продавал автомобили. Этим летом мне нужно было купить два автомобиля. Мазда ЦХ5 и Мазда 6. В силу того, что везде на оценке, я обращаюсь к нему с вопросом, что будет, если мы будем заказывать машину под заказ. Можно ли сделать в РРЦ? И здесь внимание. Мы обсуждаем, что машина будет покупаться исключительно за наличку. Многие остальные дилеры, с кем я связывался, сразу сказали, что хрен тебе, никакой РРЦ не будет, исключительно с наценкой на момент прихода будем смотреть что по рынку. И это круто, потому что это правда, это честный ответ. Что же делает их руководитель? Говорит, да, конечно, без проблем. Заказывай машину, ждите, придет. Вот как она будет по РРЦ стоить в какой-то момент приход за нал, забирайте. Я людям говорю, все, ребята, можно делать. Мы заказываем два автомобиля, и потом начинается сентябрь, октябрь, ноябрь. В итоге приходят оба автомобиля, и они говорят, плюс 400 тысяч на Мазду ЦХ5. Хотя изначально был разговор, то, что исключительно РРЦ. Я говорю, ну как, мы же снимаем, мы же с вами работаем, я же про вас могу это рассказать, а нам пофигу. То бишь, ответ руководителей серии, опять же, я с ним напрямую не общался, потому что все через менеджера. К менеджеру какие вопросы? Менеджеру скажут, завтра продавай минус 500. Он будет звонить и говорить, у нас вот слив минус 500. А сегодня плюс 400 и пофигу. И вы вдумайтесь. Я говорю, ребят, две машины пришло, отдайте одну и вторую, и все. И как бы я пойму, что в дальнейшем исключительно с наценкой. Хрен. Поэтому, ребята, если здесь там условно люди нарушают свои договоренности, допустим, со мной, я подчеркиваю, я себя не пытаюсь превозносить вверх то, что ну я-то крутой дядька. Нет. Ни в коем случае. Они знают, что это можно придать огласке, что про них можно сказать. Им пофигу. Просто пофигу. То когда вам там что-то обещают и говорят то, что да-да, конечно. И вы мне пишите об этом в инстаграм, что Диман, я-то вот себе заказал Тойоту Камри, сейчас придет, мне ее в РРЦ дадут. Ну, когда она приходит, люди пишут уже совсем другое. Примерно то же самое, что я вам рассказал. Поэтому не верьте никому, что там будет дальше. Все те автомобили, которые мы заказываем, я сейчас сижу так вот, сложа ручки, так вот как крестики, чтобы у нас все срослось. Потому что много машин было заказано у Шкоды, пока что те автомобили, которые приехали, пока все совпадает. Но что будет дальше, покажет время. Вот отдельно хочу сказать, что я всегда вам рассказываю, показываю все как есть. Если я где-то лоханулся, что-то у меня не срослось, я ведь могу про это промолчать, не говорить, вы об этом не узнаете. Ну, зачем мне это делать? Я всегда стараюсь по-честному. То же самое со всеми сюжетами, которые мы снимаем. Многим, вот допустим, последний ролик про IT показался постановой полной, что это все реклама. Хотя Леха, ранее, который рассказывал про работу в автобизнесе, который ролик набрал больше 700 тысяч просмотров, тот же самый человек. Почему? Там была реклама в Skill Factory. Ребята, я всегда подбираю рекламу такую, чтобы она тематически была как-то связана с выпуском. Бояться мне вам о чем-то говорить, что, допустим, а, это реклама, я не боюсь. Я всегда стараюсь там отфильтровывать, смотреть и так далее. Поэтому поверьте, если где-то что-то рекламное за бабки, я вам это даю понять со сноской, что вот реклама, ссылка в описании, пожалуйста. Это к слову, чтобы вы понимали, что я не пытаюсь что-то там завуалировать, запрятать и так далее. Значит, мы сейчас переходим к вам с ситуацией со Шкодой. Вот это отдельный блок, я так думаю, минут сейчас на пять, потому что здесь есть что рассказать. В первую очередь хочу начать с того, что вы не задавались вопросом, почему вот, например, сам производитель, представительство не реагирует на тот беспредел, который делают дилеры. Ведь это на самом деле огромный подрыв к марке, к ее репутации. Вот Шкода, например, или там, Volkswagen всегда считались отчасти такими народными автомобилями. У них всегда были свои модели, которые доступны для каждой семьи. Это комфортные модели, кузова, лифтбэк, всегда фотография муж, жена, дети, то есть такие семейные машины. И это всегда многих подкупало, и у них огромная армия поклонников, которые с удовольствием их машины берут. Что же происходит сейчас? Купить семейный Кодиак, это 500-1 миллион рублей сверху. Некоторые присылают реально информацию о том, что, допустим, Кодиак стоит с наценкой миллион 200. Вот миллион 200 сверху машина будет творяна. Отсюда один информатор мне донес информацию, за что ему огромное спасибо, что вот есть вот такое письмо, где написано, что ребята, нехрен зажираться и делать такие бешеные наценки. Это я вам озвучив простыми словами, вывожу все на экран, почитайте, нажмите на стоп. Смысл сводится к тому, что в ближайшее время во многих автосалонах официальных дилеров вы будете заходить и будет стать какая-нибудь Octavia с допом на плюс 50 тысяч рублей, в который будет входить сетка, ковры, салон, багажник, в общем, то, что действительно может быть на этапе покупки нового автомобиля вам полезным, потенциальным. И вы будете видеть то, что ничего себе плюс 50 тысяч за нужные на первый взгляд допы. И когда вы скажете я хочу купить, сразу же вопрос, а вы как хотели покупать в кредит, что на вот этих операциях вас не развести, если вы просто ходите за нал, и он вам условно должен по этой цене продать, будет ответ и серия. Вот он сидит смотрит в компьютер, ой, блин, забронировали машину, о, смотрю, уже даже ПТС под нее авторизован, уже люди будут забирать ее через три дня, извините, пожалуйста, я не смогу вам ее предложить. Вот такая картина. Опять же, подчеркиваю, человек то, что будут отправлять тайных покупателей, поэтому, когда вы будете звонить по телефону, вполне возможно, что вам по телефону могут называть одни условия, что да-да, конечно, можно без допов, либо с небольшим допом, когда вы будете приезжать в салон, будет выясняться, либо машина ушла, в общем, будут что-то мудрить. Факт того, что сам производитель, само представительство пытаются с этим бороться, там отправлять собираются тайных покупателей, но что будет происходить на деле, покажет лишь время. Касательно сговора. Такая же картина, как с BMW. Вот есть информация, например, что в Питере все официальные дилеры между собой уже тоже договорились так, что машины продают плюс-минус с одной и той же наценкой, где порог торга это там 50 тысяч рублей примерно. Я уверен, что вполне возможно и в Москве такое есть, какие-то менеджеры об этом могут не знать, но сам факт того, что им какая разница, там задача простая, вот есть машина, ты должен зарабатывать, там даже вот, им таблички дают, некие, такие, что написано, с Rapido плюс 150 чистыми, там с Octavia еще сколько-то, ну вот, и надо работать. Опять же, вот сюда тоже интересная картина, что машины есть, многие машины, которые пришли под людей, когда человек ждал свой Кодиака, а ему говорят, что нужно купить за плюс миллион, он от него отказывается, он не готов на это и соответственно машина стоит, сам факт того, что машина есть, она свобода, она доступна для продажи. В инстаграме мне прислали интересное видео, я его, к сожалению, не сохранил, но смысл его в следующем. Человек, который, как я понял, занимается тоже там подбором новых автомобилей, автомобилей с пробегом, у одного официального дилера в Москве пришел и вышел на стоянку. Это действие на момент ноября и показывает, потому что смотрите, а говорят машин нету, полно машин, там Rapido, Octavia, Carroke, Kodiaque, подвезено, и прям действительно по ощущениям кажется, что прям парковка вся забитая и там порядка наверное там 80-100 автомобилей. И может сложиться впечатление, что за бред? Я, например, рассказываю, что с машинами дефицит, а тут вот живая картина, вот они машины стоят. Многие сами отмечают, что проезжают там мимо завода, парковки заполнены. Друзья, любую информацию нужно уметь обрабатывать и анализировать. Первый момент. Время идет. В сентябре машин не было. Произвели, подвезли. Но самое главное, у меня есть внутренняя статистика официальных продаж Шкоды по всей России. Где вы такое еще увидите? Ставьте лайк, если вы этого еще не сделали. На основании которой мы с вами, например, можем увидеть, что Мейджор Москва продал 228 автомобилей. За октябрь. Это не говорит о том, что один салон, у них, возможно, там несколько точек. Факт в том, что за октябрь дилер в Москве продал 228 машин. Кто-то по России, если посмотреть, там продает 8 машин Нижний Тагил, Вентус Москва один дилер, 49 машин. То есть, поймите, да, вот эта парковка большая, если там машин на 2-3 салона, это мало. Вот эти перевозки, да, ты можешь зайти в салон, 4 дилера одинаковых, север, юг, запад, восток. Ты зашел на юг, машина, которая тебе нравится, стоит на севере, менеджер ее заказывает, доставку, эвакуатор на следующий день, там, либо в рамках этого дня ее привозит. Соответственно, база общая продает автомобили. Поэтому, надо анализировать о том, сколько раньше автомобилей продавалось, сколько их завозилось, сколько сейчас. И когда вы видите эту заполненную парковку, здесь просто важно понимать, насколько это в автосалонах идет. Среди них, может быть, 50% или 70% от автомобилей, которые люди ждут, которые были проданы еще из поставок. Вот это важно знать, понимать и об этом не забывать, чтобы вы сами могли этой информацией владеть. Суть в следующем. Вот так вот, некогда народные бренды становятся жопушниками. Многие менеджеры, которые мне предоставляют информацию, искренне пишут, что надоело. Пенсионеры приходят, и вот ты как раз та самая история, как с менеджером Лехой. Едят либо твои дети, либо дети клиентов. Ты должен с машины заработать плюс 400. И иди бабушке с дедушкой рассказывай, что рапид, ситуация изменилась, кто-то пытается разжевывать, кто-то бьет в лоб ценой, что вот миллион семьсот, машина будет ваша. Ситуация не радушная. Но мы с вами двигаемся дальше. И вот в такой момент чаще всего у людей так вот взрываются эмоции. Говорят, да нахрен, давайте устроим бунт. Вот не будем у них покупать машины, чего мы сидим терпим. Я вас в этих вопросах полностью поддерживаю. Не нужно ни в коем случае думать, что я там как-то пытаюсь защищать дилеров. Пошли не нахрен. Все абсолютно с такими наценками. Я это говорю на полном серьезе. Но я вам хочу как бы, да, чуть проанализировать, так поразмышлять с вами. Что будет, если мы перестанем у них покупать автомобили? Ну, первый шаг, естественно, теоретически для того, чтобы выполнять планы зарабатывать, дилеры начнут давать нам розничные цены. Что будет, если мы там устроим бойкот определенному дилеру и не будем его вообще ничего покупать? Ну, просто помечтаем, что какой-то из дилеров не получает клиентов больше вообще. Пикеты возле него проходят. Здесь обманывают. Не ходите, не покупайте. И реально все разворачиваются и уходят. Правило бизнеса. Он просто закроется и этого салона не будет. Допустим, в Москве 20 салонов Киа, один закроется, ну, соответственно, поток из него уйдет в другой салон. Соответственно, к чему я веду? Что все работают ради бабок. И как только этого потока денежного становится не хватать, чао-пока, ребята дорогие, мы уходим. Как это было с Opel. Они что-то не стали там плакаться и рассказывать, ребята, блин, у нас продажи не идут, давайте мы вам будем давать бешеные скидки, пытаться подстраиваться по ценам так, чтобы машины были максимально выгодны для людей. Они пришли с готовым предложением, говорят, вот есть тачка, вы ее не будете покупать, мы с вашего рынка уходим и пойдем туда, где у нас машины будут покупать. Та же самая история с Hyundai. Вот они продают сервит, даже в тот момент, когда там был 18-19 год, на все делали скидки, Mazda, минус 150-200, Toyota, ну, короче, на все. Я приходил в Хонду и удивлялся, что они говорят, типа, ну, мы сделаем скидку 20 тысяч. И то, как бы, это надо еще с руководством согласовать, типа, мы торгуем в РРЦ, мы можем вам предложить купить допы, там, еще что-то, но скидку вам делать не будем. Я удивлялся, и сам факт того, что их-то дилеров мало, и раз они сидят, значит, кто-то их машины покупает, отбивают аренду, отбивают зарплаты, зарабатывают, никто в ноль работать не будет, тем более, когда идет речь об автобизнесе. Kia и Hyundai. Корейцы тоже востребованы в нашей стране, очень хорошо продаются, тоже охерели уже в такой край, что у них с каждым месяцем наценка становится все больше. Если когда-то Kia K5 предлагалась по региону плюс 80 тысяч рублей за живые допы, там сетка, сигналка, вау, народ был счастлив, потому что в Москве это такие комплектации 200-300 тысяч вверх, то сейчас и в регионах уже 250, они говорят, типа, а что нам стесняться-то, они с Москвы все к нам сюда едут, ну, приедут, заберут, потому что машин мало, дефицит тоже у них образуется, и, соответственно, борются. Вот, казалось бы, Hyundai Elantra, вот Hyundai Elantra, их так мало, на самом деле, мне кажется, в городе K5, вопросов нет, по-моему, а Elantra, сейчас ищу человеку, он позвонил, к слову, о том, чем я занимаюсь, когда мне звонят люди, они некоторые удивляются, почему я так быстро разговариваю, типа, хамлю, ребята, я никогда не хамлю, но в жизни работа это одно, ролики, я от души это делаю, я с удовольствием это делаю, а работа это чуть другое, я всегда говорю прямо, то что, на эту машину скидки не будет, плюс 500, по-другому никак, я специализируюсь на скидках, либо там, где есть хоть какая-то выгода, но есть люди, которые говорят, мне надо найти с наименьшей наценкой, без проблем, плати, буду за тебя сеть искать, и вот я еще сейчас человеку, уже рою всю страну, всю страну рою, Hyundai бизнес, который стоит 2 миллиона 322 тысячи рублей, наценка 500 тысяч рублей сверху, 500 тысяч на Hyundai Elantra, я думаю, да елышки, матрешки, и все такие сядут, знаешь, я говорю, брать не буду, ну не будешь, не бери, у нас две машины, как бы херу, кто-то ее докупит, поэтому я говорю, вот эти вот бренды, они просто уходят куда-то в космос, они теряют, знаешь, какую-то связь с реальностью, как может показаться, но факт в том, что люди покупают, если не будет никто покупать, не будет прибыли, не будет дохода, надо будет что-то продавать по-любому, ну, как мы уже поговорили сегодня, зачем идти там навстречу людям, когда вы и так покупаете, значит, идем дальше Toyota, здесь время тратить не буду, с точки зрения того, что понятно, что везде наценки и никто не продает, люди удивляются, вот мне звонят, я не знаю, иной раз, кто это, что это за человек, на Toyota будет только наценка, ну, как, как наценка, там написано скидку можно получить, я говорю, ну, не будет, не правда, это обманывают, будет только наценка, никто вам там Land Cruiser 300 не отдаст в RRC, там, со скидкой, тем более, ну, как, написано скидка, хочу рассказать другое, помните тот ролик на канале, когда мы покупали Land Cruiser 300 с наценкой, там наценка была большая, там порядка полтора миллиона рублей, плюс я рассказывал тогда, что люди там за организацию, вот этой низкой цены, на тот момент взяли 350 тысяч рублей, я вам тогда не рассказал, чем дело кончилось. В тот день, когда человек приехал забирать автомобиль, он отправил доверенное лицо, дядя занимается своими делами, отправил помощника, он приехал, как положено, с интериальной доверенностью, на право подписи, и забирать автомобиль. Машина была оплачена по счету, дистанционно, все, он приезжает, начинает все подписывать, и в какой-то момент мне звонит человек, и говорит, слушай, а что происходит, нам машину нашу не отдают, я говорю, в каком смысле, а мне часами ранее позвонило два руководителя, там руководитель, и зам его из этого автосалона, где мы машину покупали. Говорят, Дмитрий, слушай, ты вот в ролике сказал, что 350 тысяч взяли за организацию, да, этой цены, плюс там, скорее всего, менеджеру дали, и они сначала подумали, что типа менеджер в сговоре, что это он там забрал деньги, я говорю, не-не-не, как есть говорю, что к менеджеру претензий никаких нету, менеджер реально был очень хорош, то есть он прям по существу все рассказал, никак вот не юлил, как есть прям, вот так, вот так, вы ее заберете, вот что с ней есть, в общем, мы остались все довольны, а они там типа думали, то, что надо внутреннее расследование провести в отношении менеджера, что менеджер там тысячу, может, сработал, они-то полтора прикрутили к ценнику, даже больше, а тут менеджер, скорее всего, что-то, может, заработал, вот запереживали они очень сильно, и прикол заключается, знаете, в чем, что охранник, там какой-то у них главарь охраны, не дает разрешения на выезд, и он говорит, я хочу, я вам рассказываю, как есть, серьезно, чтобы собственник взял лист бумаги и написал, что я такой-то, такой-то, к салону претензий не имею, меня все устраивает, все мне нравится, и сфотографировался, в силу того, что его нет в салоне, на фоне вот этой расписки, когда об этом узнал непосредственно собственник, он сказал, пошел нахуй, примерно вот такой, ответ так и был, я вам говорю, как есть, ну мы естественно все-таки, типа, ну логично, когда я начал пытаться разговаривать с этим начальником охраны, я говорю, слушайте, ну как бы, что за бред-то, сфотографируются, вы понимаете, что человек говорит, ну мало ли что, я должен во всем убедиться, я говорю, слушай, а тебя не смущает, что машина по РРЦ стоит 7 миллионов 780, а в вашем салоне ее покупают за 9, ничего, как бы вот это, ты не хочешь расследовать, разобрать, ну, говорит, ты кто? я говорю, ну я вот человек, кто помогал там машину купить, ты отношения к машине имеешь? Я говорю, нет, он говорит, пошел нахер, ну, не грубо, он мне врать не будет, так не сказал, но смысл разговора свелся к тому, о чем я с тобой буду разговаривать, ты никто, я говорю, ну, согласен, это так и есть. Вот вы вдумайтесь в масштабы дебилизма, он со мной не хочет разговаривать, потому что я никто, никакого отношения к машине не имею, с чем я полностью согласен, но не выдает он автомобиль без вот этой писульки на основании, внимание, моих слов, сказанных вот в этом видеоролике, то бишь я никто рассказываю о том, что машину мы покупали, и кому-то там заплатили 350 тысяч, при этом отдаем салон, уже заплатили 9-150, это как бы его настерегло, что кто-то там со стороны сказал, когда я ему звоню, говорю, этот кто-то я, он говорит, ты никакого отношения к машине не имеешь, пошел нахер, вот это вообще просто дебилизм. С менеджером по продаже вопросов нет, с руководством там их общаюсь, они такие, да не-не-не, мы-то типа все ок, ну вот есть там начальство, вот охрана, я говорю, ребят, подождите, когда ты покупаешь новую машину, у тебя должен быть договор, у тебя должен быть оплачен счет, мы все сделали, деньги у вас, человек приехал, все, где написано, чтобы забрать тачку, кто-то должен сфотографироваться на фоне какой-то расписки, ну что за бред, и при этом он не хотел выпускать, серьезно, если этот ролик увидеть представительство, вы разберитесь, что у вас вообще за бред, это было настолько смешно, это даже в голове не укладывалось, я думал, что, знаешь, это как пранк, по факту нашли дурака с улицы, который написал, что ему сказали, его сфоткали, отправили, и тут такой охранник говорит, а вот теперь можно выезжать, я ему не стал звонить, и говорит, то, что слушаете, уважаемый, сфотографировался человек, который точно так же не имеет отношения к машине, ну вот, сделали, как барин попросил, и, собственно, машина уехала, это я вам рассказываю для того, что, когда люди отдают такие бешеные деньги, такие наценки, вы думаете, что вокруг них кто-то прыгает, менеджер по продажам, да, это обязанность вот такая, хотя, может тоже не всегда себя культурно вести, ну вот, как решаются вопросы, мы думали, сейчас по щелочку пальцев, там договоримся, все отпустят, даже сказать, ну что, бред какой-то, ни хрена, часа полтора, я там, не знаю, короче, какое-то время промежуток, он там простоял, потому что ждали, пока вот кто-то напишет эту писулю. Я надеюсь, я вас не уморил, не утомил, и кто-то досматривает этот сюжет до конца, значит, 5% из 100, когда действительно может повезти, такое бывает, действительно, каждая покупка, она индивидуальна, вот нужно садиться, идти до конца, я не говорю, что это вам, каждому повезет, кто будет всех прозванивать, найдет, что-то прям суперкрутое, но вероятность, она такая всегда есть, где-то что-то можно договориться, вот, например, вылетало несколько раз автомобили, Kia Sorento, на который везде, там на оценку сейчас делают, 500-миллион рублей, плюс 200 тысяч, туда еще реальные допы входят, вот, можно с 3D, но 3D, опять же, это такое все понятие, бывает крайне невыгодно, бывает в рынок, как бы получается, с поддержкой, с общими условиями, то есть тоже все нужно считать, соответственно, надо смотреть, напомню, что есть инстаграм канала, куда я сейчас выкладываю, когда есть что-то выгодное по машинам, дублирую, по съемкам, что-то снимаем, какую-то тему новую делаем, тоже выкладываем, где вы можете высказать ваше мнение, подписывайтесь, вот, отписаться вы всегда успеете, активная ссылочка в первом закрепленном комментарии, клик-клик, и вы уже подписаны, ну и в завершение, вот эти новые сервисы, автоспот, мне просто уже надоело, одно и то же отвечать, и самое главное, что ко мне постоянно, из-за этого сервиса, идут претензии, мне люди звонят, говорят, как это скидок нету, ты зайди, говорит на автоспот, там скидки есть, тут опять в очередной раз вылетает, допустим, автоспот, сейчас я на нем остановлюсь, скажем, Дмитрий, а почему вот так вот категорически, там тоже самое, 3D для себя не рассматривать? У меня машины нет в 3D. Услышал, Дмитрий, а у родственников, то есть мы готовы принять автомобиль родственников, даже друзей ваших, просто, ну, за сафат 3D. Хочется спросить, а твою нельзя машину в 3D сдать? Вот ты менеджер продаж, давай твою сдадим, а мне купим новую. Я просто не могу понять на каком сайте, ну, что вы там на сайте видите, ну, что вы там на сайте видите, это реклама. Как вы поняли, ключевые разговоры с менеджерами я записал, ролик получится на 20 минут, хотел вставить сейчас, но и так тайминг уже к 40 минутам подходим, поэтому подпишитесь обязательно на канал, отдельным сюжетом я покажу еще раз, повторение мать учения, я вам покажу, что они там рассказывают по телефону, честно говоря, это вот уже здесь сидит, и самое главное, что постоянно приходят коммерческие предложения о том, что мы создали аналогичный сервис, у нас есть скидки, давай к нам, у нас реклама, какие скидки, что вы там создали, что вы хотите создать, вчера человек пишет, я разработчик, давай сейчас с тобой, я говорю, что ты сделаешь, о чем, что ты будешь продавать, цены там будем, короче, ребята, подпишитесь на канал, следующий сюжет, вам точно понравится, если вдруг вы работаете у официального дилера, все контакты со мной в описании, присылайте актуальную информацию, что происходит у вас, на анонимной основе я донесу до людей, чтобы они знали, что происходит, ведь многие из вас, порядочные люди, действительно не хотят, вот идти на поводу вот этой системы, когда тебя так вот подвешивают, и говорят, иди торгуй, иди торгуй, не будешь торговать, не получишь зарплату, и ты оказываешься в безвыходной ситуации, когда ты обязан выполнять приказ, скажем так, системы, и идти навешивать людям, впаривать вот эти вот невыгодные допы, и так далее, ставьте лайки, ставьте дизлайки, если у вас еще есть такая возможность, пишите ваше мнение в комментарии, до новых встреч, всем пока-пока, Субтитры сделал DimaTorzok